Давайте все-таки определимся. Я благодарен тем, кто меня слушает. Меня слушает и видит, во-первых, город Магнитогорск, во-вторых, часть Магнитогорская, это то, что у нас в эфире, а в остальных вещах меня смотрит практически весь мир, потому что мой мой YouTube-канал уже как бы, ну, 12-й год уже и пошел дальше. То есть мы уже кое-что там показали, и в действительности я никогда не призываю под меня подписываться. Умные люди должны сами понимать, что они смотрят, потому что в моих сюжетах я не использую чужую графику, чужую видеосигналы я не использую, я даже музыку делаю из своего опыта. Есть у меня такая штучка под названием Adobe Premiere, собственно говоря, купленная вместе с приложением. То есть умные люди поймут, не умные, ну, я думаю, что рано или поздно все поймут, о чем идет речь. Что мы вам сегодня показываем, и почему я демонстрирую вот этот продукт моего соития. К слову о том, что я еще хочу передать фельдфебелью моему огромный привет. Такая фельдфебельская должность у него была. То есть вместо того, чтобы стать хотя бы подполковником, он фельдфебелем ушел. Фамилия у него такая интересная, интересная весьма фамилия, даже разговаривать не буду, но вы поймете, кто он такой. Там слегка можно изменить, а я не хочу портить лексику нашего сюжета про вот эту модель, естественно. То бишь, почему я начал этим делами заниматься, потому что я всю жизнь этим занимался в детстве, естественно. То, что вы видите, прямо стоит перед вами. В данном случае этой модели не было вообще никакой. То бишь, почему я сейчас начинаю это дело собирать. Пункт номер один. В программе «Авто 100» вы не увидите сюжетов про автомобили, кто бы их ремонтировал, потому что крутых специалистов в городе Мунитогорске нет. Есть некоторое количество людей, но они почему-то не хотят. Ну, их не проблема. Их не так уж и много, естественно. Все остальные это просто чугуны, стандартные чугуны. Причем не те чугуны, что я, допустим. То бишь, когда вы смотрите на меня, что вы смотрите? Вы видите стандартного троечника. То есть больше трех баллов я на русском языке не имел, вроде своей. Но этот троечник, он стал дважды практически, ну, первоначально, естественно. Стал, получил высшее образование в техническом институте. То есть типа физик. Было интересно. Во-вторых, в связи с тем, что я познакомился в свое время, и слава тебе, Господи, что моя бывшая супруга живет, я получил еще и образование как педагог. Во как! Да-да-да-да-да-да-да-да. То есть я ушел, а она только-только поступила. Я не знаю, почему это дело ушло, но я надеюсь... Мне, конечно, очень все не нравится, но да ладно, это не наша проблема. Вот. А вопрос дальше, почему вы думаете, что я настолько не... Нет-нет-нет, господа мои. Тот еще был... Я же еще стал этим... Я был в горном институте, и у меня была военная кафедра. Да-да-да, я лейтенант запаса. А чтобы меня не забрали лейтенант запаса, несколько моих товарищей забрали, естественно. Так вот, я, естественно, уходил, куда я пошел, в горнометаллургическую аспирантуру. Да-да-да-да-да-да-да-да. И два кандидатских минимума, а именно английский язык. And, of course, I can tell you all in English. It's not problem for me. I can speak English right now. I don't understand the Russian words, as you can see. Короче, вы не понимаете, но я объясню. Естественно, философия также сдала на 5. То есть, ну, практически. Теперь вопрос о других вещах. Почему я все это делаю? И возникает вопрос. То бишь, этой машины не было никакой. То есть, двигателей, их не существовало. Пришлось все эти лопасти делать отдельные. Шасси не было ни передних, ни задних. Фонари, если бы видели, какие это было фонари, это было просто кошмар. То есть, они все были залапаны эпоксидкой той самой красного цвета. Все это дело пришлось убирать, разрезать. Шасси переделывать, делать. Потому что, потому что, да, 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 да. То есть, когда было 30 моделей, я сказал, что я машину буду красить. То бишь, вы даже не представляете, что это была за машина. Теперь она более или менее красивая машина. Я постарался сделать. С небольшими косяками, естественно. Мне еще никто не сказал, что, оказывается, можно было напор воздуха, честно говоря, менять. Ну, нет. То бишь, допустим, еще посмотрели кое о чем, чего здесь в природе не существовало. Вот. Отдельные иллюминаторы. Я их тоже сделал. Вы должны понимать, что вот это называется работа. Не так часто, но еще будет. У меня такие сюжеты отдельные. Темы, естественно. Когда я беру то, что раньше существовало. То есть, раньше у нас существовало модельный клуб стендового моделизма. Я лично это делаю, Магнитогорский, естественно. Кто еще бы без меня это сделал? То. Вот и все. Мы собирали то, что нам предлагал Советский Союз. Ну, Советский Союз кое-что предлагал. Было не сильно много, но не сильно круто. Но сегодня, сейчас то, что делается в Российской Федерации, вы знаете, мы реально крутые специалисты. И, естественно, будет что-то новое. Но то, что было старое, а это вы немножко забыли. Но почему я все это дело возвращаюсь к автостопу? Потому что вы думаете, что я не смогу машины красить? Да легко и просто. То бишь, я еще раз говорю, покрасчиков тоже не существует. То есть, везде и всю тут тяп-ляпство. Тяп-ляпство. Я буду красить. И будем мы машины собирать. Ну, естественно, свои. У меня этих машин пока хватает. Потому что мне нравится, не торопясь, все делать красиво, ровно. Для того, чтобы вы удивились. Я постараюсь это сделать. Потому что мне нравится восстановление старых машин. Скоро, скоро, достаточно скоро все перейдут на электромобильные. Это 100%. Если это дело получится, я вам сам покажу. Но у меня есть те машины, они уже в раритете. Вы должны понимать, раритет стоит, по крайней мере, дороже бушного. Из той же оперы. Допустим, если вы берете машину 15-летнюю, то раритет уже становится выше. Потому что ему 30 лет. Он уже стоит дороже. А чем дольше машина в раритете, тем, возможно, мы сможем ее продать чуть-чуть дороже, чем я ее купил. Я имею в виду новую машину. Вы меня понимаете, о чем я говорю?